готовлю к чаю очень вкусное слоеное песочное печенье для него нам нужно будет взять одно яйцо разбиваем сначала соберем все жидкие продукты добавляю сюда немного соли все хорошо перемешаю добавляю сюда 7 столовых ложек сахара для любителей сладкого можете взять сахара побольше нам нужно чтобы весь сахар у нас растворился чтобы не было никаких крупинок от сахара я его вот часто так немного перемешаю и буду добавлять сюда сметанку сметана 4 столовые ложки полный с горкой это 180 грамм уходит 170 180 это же все хорошо перемешаю и сейчас это все мы оставим чтобы весь наш сахар полностью растворился сразу добавлю сюда разрыхлитель чтобы он тоже погасился и приступим к сухим продуктам я просеяла здесь 500 грамм муки и буду добавлять сюда 250 грамм сливочного масла нам нужно будет сейчас все это размять в крошку масло должно быть комнатной температурой тогда но будет легко разминаться вот так я размяла муку с маслом делаю небольшое углубление и отправляю сюда наши жидкие продукты сахар меня уже здесь полностью растворился и будем замешивать тесто сначала буду делать это ложечкой собирать аккуратно когда ложка будет уже собирать трудно тогда буду переходить на замес рукой такое печенье готовится очень быстро выход очень большой и очень-очень вкусная рассыпчатая и с крошкой внутри муки маловато я еще добавила где-то грамм столки вы смотрите каждый по своей муки у всех мука разная у кого-то может уйти больше у кого-то меньше вот такое тесто мы будем замешивать муку я больше добавлять не буду сейчас аккуратно соберу все наше тесто все крошечки наши тесто делю на две части каждый кусочек теперь положу в целлофановый пакет и разомну его прямоугольник чтобы потом нам было легче раскатывать его одно у нас уже готово и точно так же сделала второе убираю в холодильник на 30 минут пока приготовлю крошку мягкое сливочное масло 80 грамм стакан сахара 180 грамм или 190 и стакан муки где-то 150 грамм плюс-минус стакан у меня 200 граммовые и все хорошо перемешиваю тоже делаю крошку чтобы у нас наша крошка не рассыпалась я хочу добавить сюда немного растительного масла попробуйте приготовьте так тогда в готовом изделии у вас не будет крошек оно будет держаться все вместе такой небольшой секретик хорошо вот так разминаю на столе все на всю нашу крошку и собираю назад в чашку я еще добавил где-то грамм 30 муки наверное точное количество продуктов я напишу в описании под видео тесто пролежала в морозильнике 30 минут и теперь я начну его раскатывать стол присыпаем мукой немножко выкладываю сюда наше тесто и раскатываю в прямоугольник раскатывайте так чтобы со всех сторон была одинаковая толщина вот такой толщины и раскатала где-то 0 2 миллиметра наверно и присыпаю нашей крошкой делю ее визуально тоже на две части крошку насыпайте побольше получается тогда очень вкусно немножко как бы придавливаю рукой нашу крошечку начинаю скручивать рулетик скручиваем это же немного придавливаю тесто краешки защипываю духовку я уже заранее включила режим вверх вниз 200 градусов выпекаться будет где-то минут 20-25 хорошо так придавливаю чтобы наша крошка была там плотно и нарезаю на треугольнички вот такое вот будет у нас печенька и точно также делаю с другим пластом раскатала тонко присыпаю крошкой высыпаю все немного придавливаю и скручиваю рулетик на моем канале есть очень много вкусной и интересной выпечки находится она в плейлисте мучные изделия если вам интересно то вы можете зайти и посмотреть если вы еще забыли и не подписались на мой канал то можете подписаться прямо сейчас не забудьте делиться моими видео со своими друзьями и знакомыми чтобы они тоже могли попробовать такую вкусную выпечку тоже нарезаю вот на такие вот треугольнички наш рулетик второй и укладываю на противень застеленный пергаментной бумагой у меня как раз влезло два пласта смазываю яичным желтком и отправляю в духовку и через 25 минут посмотрите какая красота и вкуснота у нас получилась всем приятного аппетита забегайте в гости безусловно приятного аппетита б